Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стекелинбург. Вы смотрите 516 серию. Блур говорит Жрульке, но-но-но, нельзя никого есть. Покорми ее еще раз. Вот Жрульку нужно всегда кормить. Я вообще рада, что Жрулька у нас в таком удобном месте находится. Всегда, когда я начинаю серию, я вижу, голодна она или нет. И если голодна, что чаще всего и бывает, то сразу же даю ей покушать. Так, что мы будем сегодня делать? У нас Ива принимает расслабляющую ванну, даже не расслабляющую, а ванну с лепестками роз, чтобы настроиться на романтическое настроение. И нам нужно оплатить счета, а то я опять забуду и нам все на свете отключат. Давайте 13 тысяч символионов нам нужно заплатить. Я так посмотрела по карманам наших симов. У них есть классные такие штучки с фестивалей. Вот поместила это в разные места, на разные полочки. И те, кто был на стриме, видели, что мы сделали фотографию наследников. Фотографии у нас 5-е и 6-е поколение. Папа и сыночек вместе. Потому что если бы вы мне не напомнили, я бы об этом забыла. Есть у меня такая черта, что я часто забываю все на свете. А я тут Ивочке хотела... Ива, иди сюда. Ну что такое? Ах ты холерик, ты мой. Ну что ж с тобой делать-то? Лукас, иди чини. Лукас, иди чини дальше. Что ж это такое? Просто я обнаружила, что у Ивы... Уже давно обнаружила. У нее тут развиты, в общем, видеоигры. И хотела, чтобы она у нас поиграла и записалась на какой-то турнир. И забыла уже, как это делать. Программирование, сеть, может быть, сеть, исследование. Слушайте, я, наверное, забыла, как это делать. Но вот точно я это нашла. О, кстати, социальная сеть. Создать профиль в социальной сети. Понятия, ребят, не имею, что это. Давайте посмотрим. Вот семья, найти работу. Играть, может быть. Да, записаться на турнир для новичков. Давайте в Sims проведем турнир. Кто там пошел? Кто там пошел? Я кого-то увидела в окошко. А, это Бернард бежит. Вот, я Бернарда, ребят, отправила собирать сокровища всякие. Не потому, что нам деньги нужны, но как бы для этого тоже. Потому, что я хочу найти камушки. А что ты на солнце не горишь? А, у нее, наверное, черта характера, которая не дает вампирам сгореть. Можно покопаться. Тут, по-моему, собачка какая-то порылась. Можно что-нибудь вырыть. А, дело в том, что я хочу, чтобы Бернард у нас нашел камушки, которые дают возбужденное состояние. Так как ему с его жизненной целью нужно вот это оранжевое настроение. Вот, чтобы выполнялась лучше его жизненная цель культурист. Вот, так что сейчас он все выкопает. Посмотрим, что он нашел. Может быть, найдет он те необходимые нам камушки. Так, а Ива у нас вовсю тут поджигает симов. В симс-1 играет. Посмотрим, что нам напишут. И Бернард находит известняк. Находит капсулу, капсулу. Ну, мы сейчас все эти, ребят, капсулы откроем и посмотрим. А, да, в клуб мы приняли два сима. Это я вам расскажу немножко позже. А чего это Лукас у нас тут кокетливый, игривый? Ну, да, он же у нас немножко сумасшедший. Вот, я, знаете, что хотела? Я хотела, чтобы Лукас пригласил Меган к нам домой, да, отправить кокетливое. Но если мы отправим кокетливое сообщение, то, получается, Меган нас куда-нибудь пригласит. А я не хочу, чтобы мы сегодня куда-то уходили. Ну, то есть, как бы не с Лукасом. Поэтому пусть Меган лучше придет в гости к Лукасу. Ну, и Эля у нас тут урожай собирала в начале серии. Что ты у нас насобирала? Клубника, плоды для ивы. Вот, у нас есть виноград. Две тысячи симолеонов. В общем, бананы. Ну, хоть какие-то, ребят, деньги. Я понимаю, что все теперь намного хуже, чем когда-то было. И раньше вы помните, что мы дачу практически купили за сбор урожая. Одного урожая. У нас Эйприл собрала урожай и получила 50 тысяч. А дача стоила где-то 100-120 тысяч. То есть, вот так пару раз собрала у нас урожай Эйприл. И мы купили себе большой дом. Если бы не урожай, то, конечно же, жили бы мы до сих пор без дачи. Потому что очень сложно мне зарабатывать деньги. О, страстный поцелуй. Ну, в общем, очень соскучился у нас Лукас по Меган. Я их не часто показываю. Вот, потому что, опять же, времени нет. Но вы должны прекрасно понимать, что они встречаются. У них все хорошо. Они друг друга любят. И давайте их в ракету, что ли, отправим в Уху, например. Почему бы и нет заняться в Уху с Меган. Вот. И как тут наши успехи? Успехи наши, не знаю, ничего нам не писали. Достигнуть четвертый уровень видеоигр. И все. И все нам написали. Давайте посмотрим, что у нас тут выкопал Бернард. Смерть рядом ходит. Откроем эти капсулы. Мне нужны... Вот, что мне надо. Да, мы нашли то, что, в принципе, мне было нужно. Пошли, пошли Бернард домой. У него такая жизненная цель. Ему нужно упражняться, находясь в возбужденном состоянии. И, насколько я знаю, то вот эти вот камни, они как раз и дают возбуждение, вот эти кристаллы. Да, возбуждающая обстановка. Давайте два кристальчика сюда поставим. Не знаю, дадут ли они необходим. Да, 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 они дали возбуждение. И тренировка, наверное, с тяжелыми грузами нам больше подойдет. Смотрите, у него жизненная цель упражняться один час на выносливость в возбужденном состоянии. Я, честно говоря, не знаю, как это на выносливость. Может быть, тяжелые грузы как раз и входят в эту выносливость. Ага, это ракета отлетела. Это был звук, улетела ракета с Меган и Лукасом. Слушай, Эля, а что ж ты с растениями-то урожай собрала, но хоть бы побрызгала. Не знаю, и еще урожай есть какой-то. В общем, поухаживай как-то за растениями, удобри, чтобы они у нас дальше развивались. В общем, да я ей просто дам задание, чтобы она ухаживала за садом. Посмотрим, если через час не выполнится жизненная цель Бернарда, то, значит, я выбрала не то. Упражняться один час на выносливость. У меня нет прям, по-моему, есть бег на выносливость, но это на беговой дорожке. Мне ее тогда придется купить. Не хотелось бы сегодня деньги тратить. Только что 13 тысяч на счета. Ну, посмотрим. Так, что ты у нас с турниром? Элли у нас тут за садом ухаживает. Ничего нам про турнир не написали. А, Ива была не самым лучшим игроком в этом турнире. В этот раз приза не будет. Фигушки, тебе они приз сказали. Иди дальше, развивайся. Иди, кстати, почини вот этот домик. Дело в том, что, ребят, мне просто, я не знаю, ракета приземлилась. Я правда не знаю, во что нам отдать Иву. То есть, ей нужно какое-то занятие. Она у нас действительно уже скоро ей взрослая становиться. Она дурака валяет. Она не работает. Рестораном заниматься она не хочет. Поэтому пусть тогда играет в игры, а потом, может быть, что-то у нее получится. Может быть, даже потом я ее устрою работать именно в сфере видеоигр. Потому что, ну, правда, я не знаю, что делать. Хочу их отправить в джакузи. Но нет действия просто отправиться с Мэган. Поэтому дам им в уху. Ой-ой-ой-ой-ой, опасно уставший. Не-не-не, хватит вам в уху. Идите, полежите. Идите, вздремните. Потому что, если в таком опасно устамшем состоянии отправить Сима бегать или делать в уху, то он может умереть. В мои планы, конечно же, не входит, чтобы они умирали. Поэтому пусть пойдут, посидят, поболтают. Уже возраст не тот у Лукаса. Уже он не такой молодой. Это действительно опасный мудлет. И Сим может умереть. Эй, подождите, вы в уху все-таки пошли делать? Не-не-не, ребят, я пошутила. Я же говорю, что не надо в уху. Вы пообщаетесь, пофлиртуете. И просто посидите даже на свежем воздухе. Вот так. Ага, уже в карты мы играем. Вот так вот. Очень тяжело за Симами следить. Нет, не выполнилась у него. Не выполнилась жизненная цель. Слушай, а что же тебе надо? Иди сюда, иди сюда. Я тебе сейчас куплю беговую дорожку. Очень я хотела сегодня выполнить этот пункт жизненной цели, чтобы перейти к следующему. Нам нужна беговая дорожка. Может быть, там есть действие. Тренироваться как-то упорно или что там было. Давайте купим беговую дорожку. Детей у нас сейчас нет. Вообще бардак такой. Давайте временно немножко уберем. Надо спортзал. Да, я знаю. Нам нужно поставить где-нибудь, где-нибудь. А, у нас есть беговая дорожка. Да что ж я деньги-то трачу? Ой, все. Слава богу, я ее увидела. Я забыла. Я забыла, что у нас есть беговая дорожка. Она у нас тут стоит испокон веков. А я не забыла. Давайте попробуем на беговую дорожку кликнуть. И упражнение на выносливость. Да? Давайте длительную пробежку ему дадим. Опять же, эти кристаллы включены у нас. Да, они включены, поэтому, в принципе, он, по идее, должен стать у нас возбужденным. Да? В возбужденном состоянии нам нужно целый час делать эти упражнения. Очень я хочу, чтобы Бернард все-таки сегодня завершил этот этап жизненной цели. И мы перешли к следующему. Потому что сложновато это мне все удается. А тетя твоя пойдет и поиграет на гитаре. У нее, кстати, где-то жуткая гитара есть. О, сочините мелодию. Пусть мелодию посочиняют. Где-то у нас есть еще жуткая гитара. Ты почему не возбужденный? А, нет, он возбужденный. Может быть, нам надо быть очень возбужденным? Ну, про очень здесь ничего не сказано. Просто в возбужденном состоянии. Будем надеяться, что все сработает. И жизненная цель завершится. Так, зачем я делала Иви кокетство? Я Иви кокетство делала, чтобы сегодня они с Гэнди пообщались. Гэнди, кстати, детектив. И смотрите, сегодня у нас понедельник. Да, это же понедельник или пятница. И он работает. Если понедельник, то не работает. Если пятница, то работает до 18. До 18 часов. Не знаю, пойдет он с нами в ресторан или нет. Я постараюсь, чтобы пошел. Сегодня хочу, чтобы сделал предложение он Иве. И чтобы как-то их уже отношения перешли на более серьезный уровень. Потому что другого кандидата на руку и сердце для нашей Ивы я не вижу. Мне кажется, что Гэнди прекрасно ей подходит. Замечательный парень. И пора уже выдавать ее замуж. И надо нанять мастера по ремонту. А Журулька, кстати, второй раз за серию проголодалась. Журулька, я тебя в начале серии кормила? Что ты думаешь себе? Вообще аппетиты немеренные. Упражняться час. Вот, выполнена жизненная цель. И теперь нам надо достичь шестого уровня в навыке фитнеса, пробегать в течение двух часов и выполнять физические упражнения 10 раз. Но это уже на следующий раз, ребят. Я оставлю, не будем мучить нашего Бернарда. Отправим его искупаться, потому что он подустал. Иди быстренько ополоснись в душе. А Элли у нас мелодию сочиняет какую-то. Она уже очень хорошо у нас играет на гитаре своей. И на рояле она хорошо играет. И вообще она у нас молодец, умница. Вот, кстати, вот я ей абсолютно не прокачивала карьеру, Элли. Но она достигла в ней успеха. И ей надо на работу. Ей надо на работу, но мы возьмем отпуск. Сегодня выходной. Возьми отпуск, ходи в туалет. И отправляемся в ресторан. Я хочу, чтобы сегодня в ресторан отправились не только Ива и Гэнзи, но чтобы пошли с ними вместе и родители. Я вот, знаете, что подумала? А если сделать предложение вот в присутствии родителей, чтобы вот Гэнзи не просто сделал Иве предложение, а попросил руку и сердце вот у ее отца, у матери. То есть мне кажется, что это было бы очень романтично. Так и показывало его, Гэнзи, серьезное отношение к нашей Иве. Так что Ива говорит, что сегодня Гэнзи приглашает всех в ресторан. А что это у нее такое тут синенькое плохое? А, неудачник из-за неудавшегося турнира. Давайте мы выберем действие отправиться. Мы сделаем собрание клуба, ребят. Потому что Ива выполняет свою жизненную цель. Да, если я не забуду. Потому что с Нейтаном и кем-то еще я тоже хотела сделать собрание клуба. И с Бернардом. И забыла. Так, где мама и папа? Мама и папа. Где Блур? Вот Блур. Все. Четвером мы отправляемся в ресторан. И я думаю, что как-то Гэнзи у нас серьезно к этому вопросу подошел. И решил сделать предложение Иве в присутствии ее родителей. То есть, ну как бы по старинке попросить ее руки у отца. Так, куда мы отправимся? Мы отправимся, конечно, в какой-то ресторан. Но не в нашу пекарню. Потому что это слишком как-то банально, что ли. Они и так в пекарне были. То есть, в какой-нибудь ресторан. Где у нас тут? О, вот в этом ресторане мы уже очень давно не были. Здесь есть хороший ресторан. Вообще, у меня много хороших ресторанов скачано. Но я редко туда хожу. Я уже точно не помню. Но, по-моему, там есть столики на 4 Сима. Я думаю, что должны быть. Вот. Отправимся туда и сделаем предложение. Итак, ребят, мы на месте. У нас началось собрание клуба. Если вы помните, то Ива у нас мечтает стать главарем. И ей нужно поговорить про клуб с пятью членами клуба. Так что попробуем сегодня как-то продолжить выполнять жизненную цель. Не помню, как говорить про клуб. Ну, да ладно. Давайте мы пойдем закажем столик, ребят. Давайте отец тогда пойдет, закажет столик. Вот. Я думаю, что можно посидеть на улице. Я добавила сюда стульчиков. Будет хорошая такая атмосфера. Вот. Ну, а Эли, как всегда, с игрушечками. Вечное дитя не расстается со своими плюшевыми мишками даже в пожилом возрасте. Ой-ой-ой. Нельзя нам на улице. Нельзя на улице. Я забыла. И вы же вампир. Ё-моё. Ой. Блур. Давай другой столик. Давай другой столик. Нужно уже отказаться от этого. Мы его еще не заказали. Ой. Я так хотела, чтобы было красиво и на улице. Но нельзя. Нельзя. Придется. Придется в помещении. Забыла я про то, что Ива у нас вампир. Ну, давайте закажем этот столик. Ива, а ты быстрее, быстрее забегай в помещение. Потому что Ролан опять без штанов. Ролан, штаны себе купи в конце концов. Что ж ты с женой своей на свидание пришел? Так спешил, наверное, что забыл одеть штаны. Я просто поудаляла там на время стрима некоторые дополнительные материалы. Чтобы игра не сильно глючила. И видите, теперь Сима пол игры у меня голая ходит. Ой-ой-ой. Нужно их как-то обратно переодеть. Так, идите присаживайтесь. Блур, ты заказал столик? Ну, да. Я ему дала действие заказать столик. Может быть, он все-таки тот заказал. На улице которой. Да-да-да. Они приперлись сюда на улицу. Но мы отказываемся от этого стола. Или, в принципе, уже 18 часов. Ива, как ты себя чувствуешь? Солнечные лучи. Она сердится. И солнечные лучи. Ну, в принципе, не сильно. Ей плохо. Уже скоро 18. Я думаю, что солнце вот-вот зайдет. Надо было нам на часок позже отправиться. И все было бы отлично. Ой-ой-ой. Она начинает у нас потихонечку, потихонечку испаряться. Слушай, Ива, давай ты у нас сходишь в туалет. С понтом под зонтом. Типа носик припудрить. И подождем, пока солнышко сядет. Где у нас здесь туалет? Иди, я не знаю, выпей стаканчик воды. Почисть зубы. Вымой руки. Сходи в туалет. В общем, пошла она припудрить носик. Она, мне кажется, просто очень переживает. Ну, и тут еще, конечно, солнечные лучи. Так что ей нужно временно скрыться. Вот. Ну, а Гэнди. Гэнди говорит, я сам оплачу все. Не переживайте. Давайте сделаем заказ. Вот. Заказ для стола. Что мы закажем? Что-нибудь дорогое. Вот. Потому что Гэнди настроен очень серьезно. Что, давайте девочкам закажем белое вино. Мальчикам закажем... Мальчикам тоже белое закажем. Только другое какое-нибудь. Сухое, например. Так. И что-нибудь такое изысканное. В общем, Гэнди покажет, что он понимает в блюдах. И что нужно стремиться к такому в пекарне. Разные красивые экзотические блюда закажем. Ну, и Гэнди говорит, я все сама оплачу. Так что вы не переживайте. Ну, в принципе, у нас у Стекелинбургов тоже деньги есть. Вот. Ну, и так Гэнди мы управлять, конечно же, не можем. Давайте просто с ним пообщаемся. Вот он рассказывает о том, что с Ивой провел много бесед. Что Ива уже много знает о пекарне. Вот Элли Радо говорит, что мы просто очень переживаем. Что когда умрем, то никто не будет пекарней заниматься. Кстати, вот Симочка, которую я поселила в прошлой серии. Это та разведенная мама с двумя детишками. Видите, она уже устроилась сюда работать официанткой. И Блур, по-моему, решил за ней приударить. Блур, ты куда? Ты куда заврался? На работу, что ли? До свидания. Какая работа? Нет, нет, нет. Ты сегодня не на работу. Ты сегодня здесь будешь. Так, как там наша Ива? Заказ еще все равно не принесли. Она у нас неотразима. Она на самом деле неотразима. Она вампир. В зеркале она не отражается. Кстати, интересно, как она с туалета видит. Дверь открыта, да? А, здесь даже двери нет. Она просто видит все, что происходит. А происходит здесь много интересного. Гертруда, я так понимаю, что у нее любовники есть. Она вот сына родила от молодого мужа. И еще с парнями ходит тут на свидание. У Рустама тоже какая-то молодая любовница. Вот и Роланд, своей дорогой Ирис, шлет поцелуйчики воздушные. А Ива все переживает. Боится выйти на солнце, чтобы не спалиться в прямом смысле. Вот и смеется, говорит, слушай, Ирис, у тебя муж без штанов. Говорит, ты что, не видела? А Ирис говорит, да, ну и что? Говорит, он продал последние штаны, чтобы мне купить новые сережки. Ирис в своем репертуаре. Так, я думаю, что можно уже Ивочке выходить. Надеюсь. У нас 19 часов, 7 часов вечера. Вот, и Гэнзи, в общем, серьезно настроен. И, к сожалению, нет такого действия в Симс. То есть, я не могу, там Фиби пошла. Я не могу сделать так, чтобы Гэнзи спросил у Блура, не хочет ли он отдать свою дочку ему в жены. Все, уже солнышко на нее не действует. Нет, все равно. Все равно пребывание на солнце плохо на ней сказывается. Ёшкин ты кот. Ну, уже же почти 8 часов вечера. Надеюсь, что они это выдержат и нормально все будет. В общем, давайте представим, что Гэнзи говорит. Что Гэнзи говорит Блуру, что я люблю вашу дочь и не против бы отдать мне ее в жены. Вот так. Слушайте, я так переживаю за Иву. Я очень за нее переживаю. Эмпирическая энергия, в принципе, нормальная. Я просто искренне надеюсь, что сейчас это все пройдет. Что перестанет у нее гореть кожа. И Блуру тут звонят. Ой, директор звонит. Да ну, нафиг. С таким, как бы, сегодняшним событием, мне кажется, стоит забыть совсем о работе. Вот. Не тот день, чтобы работать с мужем. Это родители Яна. Яна, который Кири приглянулся. В общем, да. Гэнзи спрашивает у Блура, отдаст ли он Иву ему в жены. И Блур такой вообще немножко, конечно, оторопел. Такой чуть не подавился. Но Элли у нас тут все берет в свои руки. Она тоже немножко ошалевшая. То ли от вина, то ли от того, что Гэнзи говорит. И, конечно, они вообще очень рады. Но больше всех удивлена Ива, да. Потому что ей вообще никто предложение еще не делал. Вот. И что Гэнзи решил поступить так очень галантно. По-джентльменски. И прямо вот у отца попросил ее руки и сердца. Так, дорогая моя, горишь еще или нет? Так, официант примет заказ. Да, она еще горит, к сожалению. Ой-ой-ой. Оказывается, что вампир может есть кровавые плоды или пить кровь из пакетов, если он не хочет пить кровь персонажей. Давайте, наверное, дадим ей, пусть она выпьет свой волшебный кровавый плод. Ну, уже, ребят, уже в 8 часов вечера. Когда? Все, все, уже кожа не горит. Слава богу. Оказывается, в 8 часов вечера. Мне почему-то всегда казалось, что в 6 вечера уже не действует на вампиров солнце. Но, оказывается, к сожалению, только в 8 она перестает действовать в 8 вечера. Вот. И я думаю, что все счастливы, родители счастливы. Вот Ива немножко такая оторопевшая. Так, хочу еще попутно выполнить жизненную цель Ивочки и поговорить о клубе. Поговорить о клубе мы можем говорить про, говорить про клуб-клуб. Ну, да, я не очень изобретательная, и клуб я так и назвала клуб. Вот, говорить, да, говорить про клуб-клуб. У нас наш клуб называется клуб. И давайте с Гэнзи еще разочек про клуб поговорим. Вот, может быть, он забыл, что состоит в нашем клубе. И тоже поговорить про наш клуб. Вот, чтобы Ива выполнила свою жизненную цель. И уже 3 раза мы сделали это действие. Нам осталось 2 раза, и все будет отлично. Так, и знаете что? Теперь я думаю, что, ну, конечно же, Элли с Блуром с радостью отдают замуж Иву, потому что они уже вообще опечалились и разочаровались, потому что их дочка уже в таком возрасте ни с кем еще никогда не встречалась. И они уже и внуков давно хотят. Но, в общем, они с радостью. Элли пробует экспериментальное блюдо, и разобравшись с вкусом, теперь может готовить это блюдо дома. Ой, классно! Элли у нас теперь что-то вкусненькое приготовит. Она научилась готовить новое блюдо, которое попробовала в ресторане. Ну, Элли вообще у нас умница. Она не только играет на музыкальных инструментах, но еще и, видите, еще и умеет очень вкусно готовить. И за садом ухаживает. Ну, правда, умница. Так, теперь я просто хочу очень, чтобы Гэнзи сделал нам предложение. Ага, чтобы Гэнзи сделал нам предложение, нам нужно, чтобы Гэнзи к нам переехал. Если я сейчас нажму действие, чтобы Гэнзи к нам переехал, они у нас дома окажутся. Поэтому это вот такой вот ужин нам все-таки стоит продолжить. Вот, до логического завершения. Ну, давайте поищем это действие. Пусть уже тогда переезжает к нам. Может быть, нам нужно закончить собрание клуба. Нет, мы можем предложить переехать. И я надеюсь, что Гэнзи не откажет. Вот, Фиби там уже второй раз ходит. Туда-сюда круги наматывает. Вот, и съезжаемся. И, конечно же, нас выбрасывает в городок. Вот, чтобы мы переселили Гэнзи к нам. Кстати, ой, я же там Гэнзи девушку подселяла, чтобы Гэнзи нам денег не принес. Ну, девушка эта, по-моему, замуж вышла. Да, девушка эта вышла замуж, и Гэнзи опять сам живет. Командный центр постарался. Я его просто к симке подселила, чтобы он нам денег не принес. Боже, 60 тысяч он нам принесет. Ребят, я все вычту кодом. Так что не переживайте. Так, какую-то мебель там. Давайте продадим. Так, запомни, у нас 10 835. Все, у нас 10 835. И такая сумма у нас должна и остаться, потому что сейчас нам Гэнзи принесет много денег, но нам чужое не надо. Вот, мы сами все заработаем, и сами со всем справимся. Итак, ребят, Гэнзи к нам переехал, и, слава богу, мы оказались в ресторане. Просто Гэнзи оказался дома, и мы просто его сюда отправим, чтобы он назад вернулся. Давайте мы посмотрим на него, и на его черту характера, на его жизненную цель. Очень интересно. Он мечтает о хорошей наследственности. Я вот даже как-то об этом и не знала. Пока он, конечно, ничего не выполнил. Посмотрите, сколько у нас денег. Я в следующей серии обязательно все это удалю, и у нас останется 10 835, по-моему. Ну, в общем, я верну деньги к тому состоянию, в котором они были до переезда Гэнзи. Так, что нам здесь надо по его жизненной цели? Я вот что-то в последнее время прям заморачиваюсь с этими жизненными целями. Хочу каждому из них их выполнить. Ему нужно тут ребенка, ребенку почитать, пообщаться с ребенком, помочь с домашним заданием. Я просто смотрю, хватит ему одного, да, ребенка. То есть ему не нужно троих детей заводить, чтобы выполнить жизненную цель. Он хочет, вот у него стремление к семье, хочет стать товарами для детей купить, стать родителем примерным. Это хорошо, это я поощряю. И у него шестой уровень карьеры детектива. Прям вот если, знаете, был бы первый, второй, третий, я бы уволила. А тут прям не знаю даже, что же нам делать. Может быть, он пусть и работает детективом, будет серьезный парень такой, но просто будет еще и заниматься рестораном. Вот, у него будет хватать времени, не знаю, энергии, еще вот и рестораном заниматься. Почему бы и нет? Очень серьезный парень. До работы, кстати, ему 12 часов. И я уже, честно говоря, соскучилась немножко по работе детектива. У нас Блейк работал когда-то детективом. Можно будет отправить как-нибудь, отправиться вместе с ним разочек. Не часто, конечно, ну, разок, может быть, даже два. Как-нибудь сходить и пористовывать кого-нибудь. В знакомых у него только нашу семейка. Вообще больше никого не знает. Это очень хорошо. Не надо нам, левые знакомые. Вот, в багаже у него ничего нет. У него скоро день рождения, через три дня. Вот, кстати, Грете нужно день рождения отметить. Тоже все забываю. Меня немножко смущает вот эта черта характера. Ревнивый. А что значит домосед? А, это от того, что вот у него наследственность хорошая. Он домосед у нас. И жонглер китайскими палочками. Откуда-то у него есть награда. Он хорошо орудует палочками. Я думаю, что это как бы сим из... Ну, из города. Так, иди сюда. А, он, наверное, не может сесть. А, нет, может. Все, он может сесть. И, в общем, продолжают они дальше свою беседу. Гензи уже, типа, переехал. И, в общем, очень рад, что он понравился Блуру. Он понравился маме, естественно, Элли. И, в общем, все хорошо. Так, Гензи теперь пойдет расплатиться нашими деньгами, да? Отказаться от стола. Подождите. Я хотела, знаете как, расплатиться. Все, уже не надо. Типа, мы расплатились, да? Они пожали друг другу руки. В общем, завершим мы на этом. Сейчас пока собрание клуба. Проходит собрание. Да, закончим мы собрание. И Блура и Элли мы отправим домой. А Блура мы даже отправим на работу. Он у нас сегодня очень сильно опоздает на работу. Но у него есть очень уважительная причина. А Элли отправится домой. Вот, Элли отправится домой, а Ива останется с Гензи, потому что им есть что обсудить. Им есть о чем поговорить. То есть, Гензи останется с Ивой, а Элли домой уходит. Вот, Ива очень удивлена. И, смотрите, уже целует его. Вот, и говорит, что ж ты, говорит, хоть бы меня предупредил. Я даже такого не ожидала. Ну, в общем, я сейчас поняла, что они у нас оба блондинчики, и ребенок 100% будет блондином. Ну, в общем, по ветке, лорочке, это неудивительно. Так, я хочу отправить их куда-нибудь, в какое-нибудь романтическое место. Что-то романтики нет нигде. Давайте сюда их отправим, возле фонтанчика. И Гензи говорит, ну, теперь я вот попрошу твоей руки и сердца, уже как-то официально. Вот, я хочу, чтобы он сделал ей предложение. Надеюсь, что Ива не откажет. Хотя они оба у нас не кокетливые, но думаю, что не откажет все-таки Ива. Буду на это надеяться. Так, и сначала нам нужна романтика. Давайте мы поддержим ее за ручки. Что еще сделаем? Заключим в объятия. Ну, романтические действия. Может быть, у них появится кокетливое настроение. Поцелуем. И потом уже стихи можно какие-то продекламировать. Вот, и потом уже выберем действие сделать предложение. Чтоб не так все сразу. Вот, и сделать предложение. Надеюсь, Ива не откажет. Да, я читала комментарии о том, что вот все говорили, что первой должна выйти замуж Фиби. Но Фиби мы можем очень долго ждать. С ее выбором. У нее там очень непростая ситуация. Так что ждать мы никого не будем. И не страшно, если Ива, хоть она и младшая, выйдет немножко замуж раньше, чем Фиби. Тем более, они почти ровесники. Так, ну вот оно, вот оно. Это самое действие. Гэнди делает предложение. Давайте уберем пламбоб, чтобы было все красиво. Ива типа не удивлена. Типа удивлена. Хотя только что уже об этом слышала. Но делает опять-таки выпученные глаза от удивления. Вот, и Гэнди говорит, что выходить замуж за меня твои родители добро дали. В общем, все у них отлично. И я думаю, что этот парень действительно подходит Иве. Он очень серьезный. Вот, но только теперь Ива должна рассказать одну свою тайну Гэнди. Вот, поведать тайну. Я думаю, что Гэнди догадывается, в принципе. Но Ива должна ему сказать. Вот, как нам бы ее сказать. Куда-нибудь нам надо отойти. Кстати, давайте устроим опять собрание клуба. Кто у нас глава клуба? Глава клуба у нас Ива. Отлично. Отлично. Глава клуба Ива. Мы временно уберем Элли и Блура, чтобы они за нами не пошли. Вот, и начнем собрание. Ну, чтобы легче так мне было с имами управлять, нужно их куда-нибудь отвезти в какое-либо темное место, в темный уголок. Вот здесь вроде как темное место и идти сюда вместе. Да, у нас же идет собрание. Вы не можете начать собрание, если являетесь посетителем заведения. А как же нам уйти из заведения, из ресторана? Мы же уже все, пообедали, поужинали. Я хотела расплатиться. А, вот, закончить есть и расплатиться. Давайте не будем убегать, отказаться от стола. Ива может, к сожалению, только закончить есть и расплатиться. Я все же хочу, чтобы клуб у нас был, так как это мечта жизни Ивы. Ага, не засчиталось, не засчиталось нам, не засчиталось то, что говорила Ива у нас с Гензи про клубы. То есть, два раза с одним и тем же персонажем нельзя. Мы поговорили про клубы с мамой, с папой. Ой, кто-то такая красивая. Красивая такая. Это симка с генерированной игрой. О, боже, красивая. У нее розовые брови и светлые волосы. Так, ладно, не получится собрание клуба. Обойдемся без него. Давайте идти сюда. И Гензи пусть тоже идет сюда. Они у нас оба кокетливые. Вот Ива дала свое согласие. Она рада, что Гензи сделал ей предложение. Но теперь она должна рассказать ему вот такую вот свою страшную тайну о том, что она не совсем обычный человек, не совсем обычный сим. Вот что у нее есть свой секрет. И нужно, в общем, чтобы никто не видел, рассказать этот секрет. Слушай, Гензи, ты идешь? Да, вот выходит и идут. Ну, как бы это нужно сделать в укромном месте, чтобы никто не видел, потому что... Вот, потому что напугаем мы весь ресторан. Вот, и Ива у нас сейчас превратится в вампира и покажет свою темную сторону, да. И вот это увидит у нас Гензи. И посмотрим, как он на это отреагирует. Так, ну, давайте мы подождем его. Что ты? Ну, попей свою кровавую, я не знаю, фигню. Поешь кровавый плод. Что у тебя там с вампирической энергией? Я не знаю. Восполни свою вампирическую энергию. Нам нужно спать, да, в гробу лежать или медитировать. Ага, а этот плод нам только жажду пополнил. Ну, ничего страшного. В общем, давайте дальше кокетство всякое там погладить по щеке. В общем, Ива говорит, что Гензи, пойдем выйдем к озеру прогуляемся. Вот, Гензи говорит, что все у нас будет хорошо. В общем, мы отличная пара. Но Ива говорит, что я должна тебе кое-что рассказать. Кое-что даже показать. И давайте мы покажем свою темную сторону. Вот она покажет. Не ходите, не смотрите, кем она на самом деле является. Что она у нас вампир. Вот. О, боже, что это у нее за одежда новая? У нее же другая была. Ну, ладно, там, наверное, скупилась. В общем, и она показывает, что она не совсем обычный персонаж. Но Гензи как-то не очень удивлен и совсем не напуган, по-моему. Вот. И давайте зададим, типа, рискованный вопрос. Что, мол, как ты относишься к тому, что я такая вот красивая. Немножко не совсем живая. Вот. Ну, и Гензи говорит, что я тебя люблю в любом виде. И я вот хочу, чтобы он ее сейчас обнял. Вот. И сказал, что ты справишься, у тебя будет все хорошо. Давай ты самое, станешь ты обратным человеком. Вот. Потому что ничего хорошего от того, что ты, вампир, не происходит. Вот. Ты себя чувствуешь плохо, ты не выходишь на улицу, ты жаришься на солнце. И Ива сама понимает, что как бы то, что она стала вампиром, оно не принесло счастье ей в жизни. Вот. И вот она убивалась за Рахаэлем, ничего из этого не вышло. В общем, мне кажется, что Гензи должен как-то ее поддержать и сказать, что я тебе помогу, ты справишься. И мы найдем лекарство от твоей болезни, так сказать. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то они драться на... А Ива говорит, сейчас я тебе покажу полностью свою темную сторону. Я не знаю, ребят, что происходит, но почему-то... Почему-то они дерутся. У них отличные отношения. В общем, Ива, наверное, вышла из себя. Или она увидела, что тут проходит муж Санай, главный вампир, и решила пока... Ой, смотрите, Гензи еще и победил. Говорит, не-не-не, говорит, ты... Говорит, даже если ты вампир, я... В общем, не получится у тебя. Может быть, она его укусить хотела, да? Почувствовала запах крови. А давайте, может, попробуем что-нибудь такое вампирическое сделать. Пить кровь. Так. Ну, давайте пусть она его укусит. Посмотрим, что с этого выйдет. Я просто думаю, что не получится у него укусить. И Гензи скажет, что не-не-не, я вампиром быть не буду. Ну, я просто уверена, что у нас, ну, как бы, не получится у Ивы выпить кровь. Но даже если получится, я не думаю, что это на что-то повлияет. Что-то отношения у них испортились. Да, Ива, конечно, сказала такую новость. Может быть, немножко в шоке. Ага, она пытается его загипнотизировать. И получается, да, она его кусает. Она его кусает. Все-таки кусает. Но ее потом будет мучить совесть. Она его укусила, чтобы восполнить, наверное, вампирическую энергию. Немножко она восполняется. В основном жажда восполняется. Укусила все-таки. Я думала, что не укусит. В общем, потом ее, наверное, будут терзать такие вот муки совести. И она попросит у Гензи прощения. Гензи у нас тут вообще сейчас, наверное, в обморок упадет. Ой, упал. Вот. Ей станет стыдно. Тем более он сделал ей предложение так красиво. Что она переосмыслит свою жизнь. И все-таки выберет Гензи и человеческую сторону. Вот. В драку они ввязались. В общем, Гензи ей показал, что он поможет. Поможет ей справиться с ее бедой. Нужно теперь... Я не помню, как сделать из вампира человека. Но мы как-нибудь это сделаем. Я вам всегда говорила, что Ива у нас не будет вечно вампиром. И вот и нашелся парень, который избавит ее от этой напасти. Правда, сейчас он сам не в том состоянии. Но потом придет в себя и поможет ей найти средства от вампиризма. И она у нас станет обычным человеком. Выйдет замуж и будет вести обычную нормальную человеческую жизнь. Симскую жизнь. Ну, как бы вампиры-симы или... Короче, будет она нормальной уже. Как я вам и говорила, когда только делала ее вампиром, что это не навсегда. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.